В Кирове 13.06 и по хорошей данной традиции именно в это время начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня в нашей студии Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Алексей, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю, что на сайте Кирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальные формы для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Звонки мы в этой передаче не принимаем. Вы знаете, Алексей, сейчас смотрю на сайт Кировской городской думы, дума.модефискиров.ру. Последние новости на нем 21 декабря, но это связано с последним заседанием Городумы в ушедшем в 2016 году. Вам вообще сайт думы нравится? Насколько он информативен, полезен? Вот счетчик по традиции есть здесь в конце, и довольно немного посещения, обращения к нему. Ну, вы знаете, сайт, мне кажется, достаточно информативен. Информативен. Достаточно симпатичный с точки зрения дизайна. Что касается его посещаемости, то не мудрено, я не думаю, что много, скажем так, интересующихся заходит на сайт Кировской городской думы. Единственное, здесь самыми частыми клиентами и посетителями, я думаю, являются заинтересованные лица. Журналисты. Журналисты, бизнесмены, те, кто следит за политической жизнью города и региона. А что касается рядовых избирателей, то я не думаю, что часто заходят на сайт городской думы, узнают, например, биографии депутатов, узнают о заседаниях, комиссиях или какие-то нормативные акты разглядывают. Мне кажется, все-таки это для специалистов и профессионалов. Ну, так и должно быть, наверное. Так и должно. Мне кажется, так и должно быть. Хорошо. Ладно, закрываю ноутбук. Вернее, не закрываю, буду следить за тем, будут ли поступать вопросы вам. Хотелось бы, конечно, поговорить о тех вещах, которые связаны с непосредственно жизнью нашего города в последние дни и в последние недели. И хочется вспомнить недавние морозы. Минувшие выходные и начало недели были достаточно морозными. Не знаю, как вы, но у меня всегда в такие дни морозная мысль в голове присутствует, лишь бы ничего не случилось плохого с коммунальными сетями. Но, увы, в этот раз этого мы не избежали. Мы делали большой эфир во вторник по поводу того, насколько серьезно сказалось это на жизни горожан. И были звонки, и люди прямо говорили, у кого сколько температуры, какая температура в жилище. Минус 10, ой, простите, плюс 10, плюс 13 фигурировало и так далее. И вот сейчас основная масса претензий городским чиновникам. А почему, мол, от города-то никто не вышел, как-то не засветился, не проявил участие? Вы разделяете эти претензии горожанам? Или все-таки некое внимание было со стороны именно городских-то властей? Потому что областные власти, по крайней мере, на своем сайте разместили информацию 8 января о том, что ситуация под контролем, отслеживается ежесчасно, ежеминутно. А вот город, вроде как, немножко просел в этом отношении. В этой ситуации, конечно, претензии горожан городской власти я разделяю. Почему? Потому что все-таки это компетенция городских властей, это отопление в квартирах. Здесь городская власть должна всегда держать руку на пульсе. Что касается лично себя, то я получал несколько десятков звонков от своих избирателей на жалобы на низкую температуру в их квартирах. И как мог, пытался решить их проблему. Как я пытался? Я разговаривал с инженерами КТК и узнавал, почему именно в этом доме именно такая температура. С чем связана, какая авария, как быстро она устранится, какие дефекты и так далее. То есть, где-то удалось оперативно решить проблему, где-то проблема решалась общегородскими, скажем так, темпами. Вы назовите конкретный адрес. В том числе Московская 24А, была проблема с отоплением. Какова-то температура была? Там была температура меньше, по-моему, 18 градусов, около 18-20 градусов. Но это еще вроде как. Ну, это более-менее терпимая температура, но тем не менее, проблема была и она устранилась. Значит, что касается городских властей, то вот недавно все вышли из каникулы. И, к сожалению, я не знаю, какие именно шаги и действия предпринимались городской администрации, но непременно обязательно эти шаги я уточнил. Городская власть вроде как порекомендовала управляющим компаниям пересчитать плату за тепло за эти дни. Сделать перерасчет. Перерасчет. Все верно. Все верно. В этой ситуации именно так и надо было делать, потому что жильцы обязаны вызвать представителей либо управляющих компаний, либо так называемых независимых экспертов и замерить температуру в своих квартирах и таким образом документально подтвердить низкую температуру в тот или иной день или неделю. Потому что низкая температура в домах держалась порядка недели. И, естественно, управляющая компания должна сделать перерасчет, и этот перерасчет ляжет уже на плечи КТК. Что касается, в принципе, и в целом ситуации с отоплением в городе Кирове, то я считаю, что ситуация очень нестабильная и очень напряженная. Почему? Потому что по данным самих представителей КТК, насколько я помню, износ городских теплосетей составляет порядка 75%. Если честно, это очень большая цифра. Этот износ говорит о том, что в скором времени возможны, может быть, даже и серьезные катаклизмы, и этого надо избежать. И в том числе и представители теплоснабжающих компаний, они делают определенное предложение, а именно о концессионном соглашении. О концессионном соглашении с городом о том, чтобы взять в аренду, долгосрочную аренду коммуникаций и инженерной сети, для того, чтобы проводить модернизацию и капиталовложения делать. Когда, да, на свои деньги они смогут уже менять оборудование. В таком случае они имеют право создавать инвестиционные проекты, ремонтировать или перекладывать новые трубы и коммуникации. Это плюс для всех. Это плюс для теплоснабжающей организации, потому что она будет уверена в том, что долгосрочная аренда, эти коммуникации будут поэтапно приносить ей прибыль, а город будет уверен, что в скором времени эти коммуникации приведут в порядок, и жители получат нормативное тепло. И таким образом город может, скажем так, избавиться от того домохлого меча, который висит каждую зиму над нами. И каждую зиму мы опасаемся, что произойдут серьезные чрезвычайные ситуации, в том числе такие же, например, как были в Подмосковье в эту неделю. Страшная ситуация, когда температура в квартирах опускалась даже до минусовой отметки. Такого допустить нельзя, потому что это повлечет не только социальные последствия, будут болеть люди, не дай бог случится какая-то трагедия. Но и эта экономическая ситуация станет напряженной, потому что это будет разморозка целых систем инженерных коммуникаций. Вы же знаете, что в концессии есть противники, они говорят о том, что в том числе тогда ресурсники смогут диктовать свои условия на правах монополиста, чтобы там лоббировать и продвигать. А опасения о монополизме, они не безосновательны в этой ситуации. Естественно, хотелось бы не монопольный рынок, а конкурентный рынок. Но для этого нужен конкурентный бизнес. Необходимо бизнес заинтересовать. А чтобы заинтересовать бизнес, надо предложить равные условия для всех. То есть, если консессия, условно говоря, для ПАО Т-плюс, то и консессия может предоставляться и другой частной компании, которая готова проинвестировать определенные цифры и взять на баланс определенные коммуникации. Но я боюсь, что если найдутся такие, то их будут единицы. Хотелось бы на это, чтобы они нашлись. Другие регионы. В том числе. Наверняка могут. Точно такая же ситуация и в других регионах. Есть и монопольные рынки по теплоснабжению, но есть регионы, в которых конкурентная среда и есть конкурирующие компании между собой. И, соответственно, они не вправе диктовать тарифы. Они уже на рыночной основе выставляют те тарифы, которые приемлемы для потребителей. А, кстати, когда состоится следующее заседание городской думы? Мы хотели бы собраться в конце января, как обычно. Но если повестка не будет набрана, скажем так, полноценная и полномасштабная, можно так сказать, то только в феврале. Комиссии будут. Комиссии будут. Я почему спросил к тому, что есть ли шанс внести в повестку обсуждение данного вопроса, то, что у нас происходило, обсудить депутатами? Ну, конечно, вопрос очень дискуссионный. И на комиссии, я думаю, мы поднимем этот вопрос, обязательно обсудим, и в том числе и поднимем тему об этом подвившем уже, кстати, не первый год концессионном соглашении. Ну, кстати, ресурсники надеются, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Возможно, в этом году. Возможно. У нас небольшая сейчас пауза. Я напомню, что это особое мнение депутата Кировской гордумы Алексея Кузьмина. Скоро мы продолжим. Особое мнение Алексея Кузьмина и депутата Кировской городской думы. Мы продолжаем говорить о зимних проблемах. Ну, город у нас, понятное дело, северный, да. И вот снова мы утопаем в снегу. Снова у нас непроезжие. Ну, сейчас уже получше, вроде, немножко. Можно проехать. Дворы, тротуары, проходимые ввиду. С 3 января началась уборка активная, вроде как областного центра. Замерзший снег, конечно, намного труднее убирать. Я уже такой пример привозил. Например, двор, где находится мой дом. Знаете, дорога, она превратилась в такой жёлоб для бобслея, когда это всё замёрзло. Вот выход-то где, Алексей, из этой ситуации? Когда они из раза в раз повторяются? Вы знаете, мы о проблеме снежного вывоза, о вывозе снега и о зимнем содержании дорог говорим очень часто. И в эфире вашей радиокомпании и здесь многие из присутствующих, которые к вам в гости ходят, они часто говорят о том, что у нас проблема-то не меняется. Из года в год одно и то же. Снег не чищен, улицы не подметены, антигололёдные средства не разбросаны и так далее, и так далее. Тротуары, на тротуарах люди падают. Ситуация не меняется, и мы говорим об этом бесконечно. Так, может быть, надо задумываться о том, чтобы кардинально присмотреть ситуацию с зимним содержанием дорог. Может быть, надо привлечь частный бизнес раз, надо раздробить лоты на зимнюю уборку и содержание улиц два. В-третьих, уже не первый раз предлагается идея о снегоплавильных комплексах. Очень популярны комплексы в Подмосковье, в Москве. В крупных городах. Есть два вида снегоплавильного комплекса. Стационарный, куда увозится снег и там плавится. Таким образом, вода талая чистится, и это обходится дешевле. Это первый способ. Второй способ – мобильные снегоплавильные комплексы, когда, условно говоря, специальный агрегат на базе КАМАЗа приезжает на место сбора снега и на месте утилизирует этот снег, который собран с улиц. И воду, талую вот эту воду, он сбрасывает в канализацию городскую, в систему стоков, ливневую канализацию и так далее. Проблема заключается в том, что в городе практически отсутствует ливневая канализация. И сбрасывать вот эту талую от снега воду, собственно говоря, и не будет. Если устанавливать стационарные снегоплавильные комплексы, уже, скажем так, под землей, уже с большими площадями, то это пока для бюджета дороговато. Это достаточно капиталоемкая инвестиция, но, тем не менее, при таких затратах, а затрат на зимнюю уборку и содержание улиц порядка 250 миллионов в сезон, поэтому при таких затратах, в принципе, инвестор, либо компания, которая, скажем так, у нас постоянно выигрывает один и тот же этот большой тендер, она может себе… Да, она может позволить себе, скажем так, осуществить такой проект. Но почему-то это всего лишь витает в воздухе. До сих пор эта идея не реализовалась, и, если честно, не знаю почему. На уровне депутатов каких-то партийных объединений тоже эта тема обсуждается? Да, конечно, обсуждается. Все мы видим, что происходит с городом, все мы видим статистику кировского здравоохранения о том, что люди падают, люди калечатся, ломают ноги и руки, и ни к чему хорошему такое содержание города не приводит. В том числе есть и экономические потери, и машины паркуются, где попало, они вынуждены оставлять свои транспортные средства на обочине, и люди падают, и внешний город выглядит, мягко говоря, непривлекательно ни для туристов, ни для инвесторов. Поэтому здесь проблема, она очень большая, она муссируется сколько угодно долго, но каких-либо продвижек я пока не наблюдаю. Надеюсь, что в том числе с приватизацией МУП города Ромострой ситуация может быть и изменится, потому что предприятие рано или поздно станет не совсем городским, и, может быть, и войдет туда частный инвестор, и он уже контролировать будет ситуацию лучше, нежели сейчас. Приватизация данной структуры, это тоже показывает разговоров и обсуждений? Нет, этот процесс уже запущен, он в этом году, все необходимые процедуры должны завершиться. Кстати, накануне представители областного правительства, ну и городских властей, проехались по городу, посмотрели, убирается ли мусор, в том числе, убирается ли снег. Я слышал такое мнение, что визиты непосредственно руководителей региона, они изменят ситуацию в лучшую сторону, и будет та же уборка лучше производиться. Вы какого мнения придерживались? Когда они не только заглядывают туда, где их ждут, но еще куда-то отклоняются от маршрута. Знаете, хочу привести такой пример. Мы как-то достаточно недавно познакомились с Вадимом Бакатиным, это бывший секретарь Кировского обкома в 85-87-х годах здесь, в Кировской области. Это я лично познакомился. И мы с ним очень долго обсуждали специфику, скажем так, его деятельности. Он долго и по-отцовски так рассказывал о Кировской области, о ее проблемах, о том, с чем он столкнулся здесь у нас в регионе. Он сам не местный, он сибиряк, строитель, о том, какие проблемы ждали его, как руководителя региона. И он в качестве одной из историй рассказал следующее. Он часто делал таким образом, где-то в 5-6 утра приходил к гаражу правительственному, вызванивал своего водителя. С водителем, спящего, естественно, на тот момент. Вместе с водителем вдвоем они отправлялись в какой-нибудь Фоленский район, ну, я, к примеру, говорю. И в будущем Фоленском районе он за руку хватал руководителя какого-нибудь молочного предприятия и отчитывал за то, что были выделены деньги на ремонт крыши, почему крыша не отремонтирована, где деньги на закупку новой техники, почему техника не стоит здесь и не работает, и так далее, и так далее. Так вот, такими методами, скажем так, ручного управления и ручного воздействия Бакатин добился того, чего добилась Кировская область при нем. А мы знаем, что при нем построено колоссальное количество объектов и сельхозхозяйственной инфраструктуры, и спортивной инфраструктуры. Такие ударные годы в этом отношении были. И различные здания в городе Кирове, можно перечислять их очень долго, рук не хватит, чтобы перечислить. Так вот, за два года вот такого ручного, жесткого стиля управления Бакатин сумел добиться ощутимых результатов. Я считаю, что в Кировской области... Если вернуться в современность... Если вернуться в современность, то ситуация у нас такова, что только такими методами можно воздействовать на те же управляющие компании, на ответственных чиновников, в том числе и городской, и областной администрации. Мне кажется, метод ручного управления эффективен в краткосрочный период. Но, естественно, для долгосрочного управления надо выстраивать немножко другую модель, когда уже по головам и по шапкам бить не надо. А в той ситуации, в которой мы оказались сейчас, в том числе и финансовой, и экономической, и менеджментской ситуации, когда проблема с менеджментом в городе Кирове, она очень ощутима, мне кажется, только такими методами и можно работать. Хорошо, тоже еще одна тема, связанная с жизнью нашего города. Я имею в виду подорожение проезда в общественном транспорте. Это случится 1 февраля с 20 до 22 рублей. Стоимость билета будет поднята. Кто-то возмущен, кто-то с пониманием относится к этому. Да, перевозчики несут затраты, все дорожает, в том числе топливо. Как, на Ваш взгляд, это негативное отношение к подорожанию уменьшить? Потому что люди, чиновников видят в этом. Вот, чиновники опять поднимают, народство не любят. Уменьшат эти негативные отношения. Возможно ли вообще его свести на нет? Ну, подорожало, да. Либо можно вообще отказаться от повышения на какой-то долговременный срок, чтобы не поднимать эту тему. Вы знаете, в этой ситуации можно встать и на ту, и на другую сторону. С точки зрения клиента, то есть пассажира, естественно, любое повышение сказывается очень негативно на кошельке пассажира. И, естественно, будут возмущения, будет недовольство. И любого кировчанина, естественно, можно понять. И нужно понять. Потому что, мне кажется, в этой ситуации надо увеличивать количество льгот для действительно нуждающихся, для малообеспеченных. И это количество не должно падать, количество льготников. А напомните, что у нас с льготами-то в настоящее время? Есть льготы для ветеранов, для инвалидов, для многодетных семей. Они еще остались, да. Значит, что касается другой стороны, все-таки надо и задуматься о проблемах перевозчиков. Мы все с вами видим, что цена на бензин только растет, на ГСМ только растет. Необходимо покупать новую автобусную и троллейбусную технику. Мы видим, как ездят полуживые пазики, которые необходимо менять, на которые необходимо взять лизинг, необходимо оплатить часть. Говорят, что пока не получается перейти на более современный транспорт. То есть они сами почувствуют разницу. Если они каждый день ездили на чадящем и холодном пазике, на следующий день они могут уже ездить на комфортабельном каком-нибудь лиазе. Это первое. Второе, что хотел бы сказать, то что я не понаслышке знаю об этой проблеме. У меня мама кондуктора в троллейбусе. Кондуктор? Кондуктор в троллейбусе. И она сталкивается с этим мнением пассажиров каждый день о том, что вы повышаете, вы виноваты в этом, вы должны нам предоставлять еще больше льгот и делать еще более качественные услуги. Естественно, приходится кондукторам это все выслушивать. И повышение на 2 рубля, мне кажется, моя мама столкнется с определенным психологическим давлением. У нас некоторые специалисты говорят, что делающим может помочь от разрушения той монополии. У нас же, как известно, перевозчиков-то немного в городе. Если создать рынок, если предоставить возможность всем желающим заняться этим видом бизнеса, все обрамные условия предоставить, то уже перевозчики сами могут как-то корректировать. Кто-то сможет подешевле сделать стоимость проезда, чтобы привлечь к себе пассажиров. Кто-то подороже, но с каких-то дополнительных условий, более комфортабельных условий. Вот рынок сами по себе. Монополия тоже здесь? Мне кажется, здесь очень уместно говорить о конкурентной борьбе между перевозчиками. Единственное, необходимо создавать правила. Необходимо утверждать и создавать определенные правила, потому что все-таки перевозка пассажиров – это социальная ответственность, в том числе и муниципальные власти. И пустить на самотек и отдать частнику, перевозить пассажиров – это тоже неправильно. А если появятся ржавые газели, если будут закупаться в других регионах еще более старые базики. И такое было. Мы этот этап прошли, и поэтому тоже опасно пускаться во все тяжкие, пускать частный извоз. Мне кажется, здесь должна быть здоровая конкуренция между и в том числе муниципальным предприятием, которое сейчас существует, которое способно, скажем так, зацепиться за бюджет. И необходимо все-таки пустить частный бизнес. И посмотреть, будет ли справляться частный бизнес со своими функциями. Будет ли он следовать этим правилам. Будет ли закупать новую технику, качественно и безопасно, самое главное, обслуживать пассажиров. У нас реклама сейчас. Это особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Мы продолжим наш разговор через полторы минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин, гость в студии Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы. Хочу вспомнить про интересные предложения Алексея, поступившие в конце прошлого года, касающиеся депутатов, ваших коллег по городскому парламенту. Надо раздать всем планшеты, для того, чтобы экономить на бумаге, как вы сказали. Но мне тогда подумалось, а что мешает депутату принести из дома свой личный планшет? Наверное, у вас есть планшет личный, есть, ноутбук принести, и всё. В чём проблема-то? И не распечатывайте. Суть предложения заключалась в том, чтобы избавить от бумажной макулатурной работы и аппарат городской думы, и депутатов, скажем так, заставить мобильно работать с информацией и с картами, и с определённой специфической информацией. Почему именно планшеты, и почему надо всем их раздать? Предложение было следующее, что, во-первых, депутаты должны быть все в равных условиях, абсолютно в равных. То есть нельзя допустить такого, чтобы у кого-то будет планшет, у кого-то будет компьютер, у кого-то вообще ничего не будет, потому что всякое может быть, человек может и не позволить себе купить этот планшет, и поэтому депутаты должны находиться в равных условиях. А что касается этих именно каких-либо планшетов, то предложение и основывалось на том, что деньги-то не тратить. Как раз это и предложение заключалось в том, чтобы... Чтобы каждый сот придётся? Чтобы планшеты нам предоставила одна из сотовых компаний, которая в качестве... А есть такая, да, уже? Да, мы ведём переговоры, да, и уже определённая продвижка в этом плане есть, и она готова бесплатно, безвозмездно придать планшеты для депутатов городской думы, для того, чтобы депутатам лучше и эффективнее работалось. А это в качестве их рекламного продукта. Почему бы нет? Но идея подъема не тратить. Идея интересная, конечно. А сколько, как раз, сэкономить Тодос? 36 планшетов стоимостью порядка 5-6 тысяч рублей. Нет, я имею в виду на бумаге. На бумаге ещё подсчёты никаких подсчётов не вели, но, тем не менее, экономия будет, она будет и в деньгах, и во времени. Самое главное всё-таки это время. Зачем заставлять человека из городской администрации печатать целый день кипы бумаг, подвести листов на депутата, когда этого человека можно и освободить от занимаемой должности, в том числе и сэкономить бюджетные деньги. Ясно. А ещё предложение по поводу, где можно сэкономить именно на функционирование управленческого аппарата? Было предложение о том, что необходимо пересмотреть функционал и количественный состав аппарата Кировской городской думы. Собственно, что было сделано, скажем так, руководство городской думы пошло в этой ситуации навстречу, и были сокращены несколько ставок, были объединены несколько отделов, из шести отделов сейчас три отдела. Соответственно, там экономия по и зарплатам, и по ставкам, она какая-никакая, но, тем не менее, почти 4 миллиона рублей можно будет сэкономить в 2017 году, после вот этого решения. Решение уже принято. Кстати, Алексей, помните, в особом мнении вашего 1 декабря мы говорили о заявке на покупку автомобиля для городадминистрации. 12 декабря в аукцион должен был состояться. Есть новости? Состоялось? Состоёт? Ну, я не мониторил, к сожалению, этот аукцион, но мне кажется, всё-таки этот автомобиль был куплен с горем пополам. Несмотря на возмущение оппозиционных депутатов, мы открыто об этом говорили, о том, что в такой тяжёлый год необходимо подтянуть пояса, прежде всего, у властей, городских, областных, и не роскошествовать, и не покупать новые иномарки. Ну, вот, к сожалению, в этой ситуации наш голос не был услышан. Ну, там не натурализовалась какая-нибудь иномарочка возле городской администрации? Нет новая? Нет, не замечали ещё пока? Пока ещё не замечал. Валерий Николаевич на прежнем автомобиле? Если честно, не обращал даже внимания на каком автомобиле. Когда соберётесь, тогда посмотрите. Обязательно посмотрите. Давайте теперь перенесёмся в областной парламент, поговорим о том, что происходит в ОЗС. Например, на последнем заседании пленарном в 2016 году, депутаты не поддержали правительственный законопроект, отменяющие ежемесячные выплаты ветеранам труда. Сумма 453 рубля всего лишь. По данным правительства, если бы законопроект был принят, удалось бы высвободить 140 миллионов рублей. Оппозиционные депутаты сейчас считают, ну, вот пока не поддержали, но оппозиционные депутаты считают, что правительство ещё раз будет пытаться вносить, вносить просто этот документ. Чем дело кончится, на ваш взгляд? Вообще сама-то суть вопроса. Ну, мне кажется, на мой взгляд, вот эта добавка 453 рубля, она, может быть, для вас она неощутима, для депутатов областного ЗАГС собрания она неощутима, а для ветерана труда она может быть и ощутима. И просто так забирать то, что ими было наработано и нажито, мне кажется, неправильно и некрасиво. Естественно, можно, как и в предыдущем вопросе, встать и на другую сторону, и посмотреть на бюджет, на областной бюджет. Очень сложный бюджет. Настолько всё сложно, настолько большие секвестры его ожидают, что говорить о том, что давайте увеличим эту льготу, или оставим эту льготу, очень тяжело. Приходится секвестировать всё. И в том числе областные власти обратили внимание на льготников и перешли, скажем так, технологии предоставления адресной помощи и адресных льгот, то есть предоставлять эти льготы только действительно нуждающимся. Вы согласны с этим? В принципе, я абсолютно в этом вопросе согласен. Единственное, надо как-то подойти к этому аккуратнее, что ли. Ещё аккуратнее? Ещё аккуратнее. Но всё-таки... Ещё больше объяснять, насколько это необходимо. Это ветераны труда. Это, в основном, естественно, это пенсионеры, это люди пожилого возраста. Они очень болезненно реагируют на любые финансовые изменения своего кошелька, поэтому как-то надо аккуратнее к этому вопросу подойти. Я призываю областные власти всё-таки, может быть, как-то пересмотреть своё отношение к этому решению, либо аккуратнее подойти к решению этой проблемы. Но вопрос очень серьёзный. К нам часто обращаются избиратели о том, что необходимо сохранить эти льготы, но ситуация с бюджетом такова, что где-то придётся чего-то ужимать. А вот интересный вопрос. Думали ли чиновники, активно продвигавшие идею присвоения нашему городу городу трудовой славы, думали ли они о том, что в будущем, через несколько лет, им как-то придётся в чём-то ущемлять ветеранов труда? Вы знаете, проект о городе трудовой славы... Город трудовой славы и теперь такая идея. Если я не ошибаюсь, вся эта инициатива была в предвыборный год. Ага, ну теперь всё... Она была в предвыборный год и, не знаю, подтверждалась ли она какими-то финансовыми предложениями, финансовой статистикой или предложения по льготам, нагрудным знаком и так далее, и так далее. Ну вот, что хотели, то и получили. Ещё один законопроект... Но, естественно, это не умаляет достижений города Кирова, его жителей в период Великой Отечественной войны. Естественно, город заслуживает это звание, и он, в принципе, по праву носит это звание. Вопрос в том, как это принималось. Ещё одна законодательная инициатива, опять же, в областном парламенте. По всей видимости, когда в феврале депутаты соберутся на очередное пленарное заседание, они рассмотрят эту инициативу. Речь идёт о законопроекте, так называемом «О детях войны». Предложение – это временно исполняющего губернатора Кировской области Игоря Васильева, но раньше коммунисты, в частности, тоже выступали с этим же предложением. Речь идёт о том, чтобы ввести удостоверение и нагрудный знак для детей войны. В частности, такая льгота будет введена для них, как в ней очередное обслуживание в поликлиниках и других социальных учреждениях. Как вам такая идея? Я считаю, это абсолютно правильная инициатива, и дети войны должны быть всё-таки отмечены, они должны получить определённые привилегии, определённые льготы, но пока льготы небольшие. Это, да, действительно, преимущественное обслуживание поликлиников, но тем не менее для вот этой категории граждан и даже такое внимание оно ощутимо, потому что всё-таки они столкнулись с большими жизненными трудностями во время войны и после войны. Не забывайте, что именно они прилагали самые большие условия, усилия для восстановления и экономики, и хозяйства. Поэтому отметить, естественно, надо. Инициатива очень правильная, но я считаю, что при выравнивании бюджетной ситуации с областным бюджетом отмечать надо и финансово, в том числе и финансовыми льготами. Но это, я думаю, уже не в этом году. Ну, да, я хотел тоже об этом спросить. Всё-таки, да, это хорошо, и значок удостоверения ветеранов, вернее, человека, который относится к детям войны, но мы же понимаем, что эти люди далеко не багато живут, да, или какие-то материальные послабления, или, может, материальные выплаты, ну, это, конечно, уже отдельная и трудная история. Нужны они. Нужны, безусловно нужны, да. У нас остается буквально три минуты до конца вашего особого мнения, Алексей. Год ещё только начался, 2017-й, и мы всё ещё продолжаем подводить итоги года ушедшего, 2016-го. Я уже многим задавал эти вопросы в вашей студии, и вам хочу тоже, у вас хочу поинтересоваться насчёт главных событий года ушедшего. Если успеем, то по три главных события для страны в целом и для нашего региона. Давайте с нашего региона начнем. С нашего региона начнем, да. Три самых главных событий. Главное событие, безусловно, я отмечу политического плана, это смена команды областного правительства и смена в рее губернатора. Мне кажется, что подвижки должны произойти, финансовая ситуация должна выравниваться, экономика и хозяйство должно восстанавливаться, а мало того, что это всё надо восстановить, это надо развивать. И надеюсь, что Васильев и его команда, и представители городских властей, они все вместе, мы все вместе будем развивать наш город, наш регион, привлекать сюда инвестиции, закладывать кирпичи для новых предприятий, новых заводов, строить новые дороги, качественно ремонтировать старые дороги. Давайте, Алексей, коррется, у нас еще события еще остаются. Хорошо, смена региональной власти. Первое, да, смена региональной власти. Второе, это впереди сложный, опять же, политический вопрос. Это в 2017 году будут выборы в Кировскую городскую думу, это я уже заглядываю в будущее. Как это сопротивляется с итогами 2016-го? С итогами соотносится следующим, что все-таки городская власть должна вызывать народное доверие. Мне кажется, городская власть образца 2016-го года, может быть, и не вызывала так называемого народного доверия, но искренне надеюсь, что после выборов в 2017-м году и Дума, и городская администрация получат мандат народного доверия и будут делать все, чтобы наш город точно так же развивать. Хорошо, Алексей, давайте я попытаюсь все-таки резюмировать. То есть, второе по значимости событие в 2016-м году, это работа городских властей. Не слишком, мягко говоря, на ваш взгляд, удовлетворительно. Хорошо, в масштабах страны самое главное событие, ну, самое главное событие. Вы наверняка читали итоги этого вопроса, Всероссийского центра изучения общественного мнения. У нас большинство россиян считают главным событием парламентский выбор в 2016-м в стране. Ну, а на уровне страны, на ваш взгляд, самое серьезное, что происходит. Вы знаете, парламентские выборы как раз лично я бы не назвал самым главным событием. Да, я бы тоже. Да, тут в этой ситуации все мы видели, что явка была на очень низком уровне, соответственно, избиратель не проявил должного интереса парламентским выборам. Что касается лично моей оценки, то, наверное, главным событием все-таки конфликт и противостояние на Ближнем Востоке, которое является щитом для не вторжения и экспансии всяких нехороших людей на территории России, которые могут вернуться на территорию России. Мне кажется, все-таки это главное событие, и все внимание и общественности, и политических сил, оно, естественно, сосредоточено там. Там мы защищаем свои дальние рубежи, подступы к нашей стране, и, мне кажется, там много чего решается с точки зрения внешней политики и геополитики. Что касается внутренней политики, то проблем предостаточно. Нельзя забывать о внутренних проблемах, об экономических проблемах, о зарплатах, о инфляции, о снижении покупательной способности. Вот это главная новость. А что касается парламентских выборов, ну вот избиратель показал свое отношение к парламентским выборам. Ну, давайте будем, собственно, надеяться на то, что в 2017 мы увидим улучшения в каких-то сферах жизненно важных самых, да? Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы, истекает на этом время нашей беседы. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...